Боян, сегодня у нас в гостях очаровательная певица, у которой ты брала интервью, как выяснилось, 14 лет назад. Она все еще поет? Она все еще поет, мало того, я тебя расстрою, она по-прежнему молодая и красивая. Ты что? Может быть мне уйти отсюда? Нет уж, оставайся, ты мне сегодня нужна. Добрый вечер, вы смотрите Sky Studio, с вами вновь Бояна Сентаева, Динара Саджан и наш сегодняшний гость, заслуженный деятель Республики Казахстан, очаровательная певица Дина Сахмадиева. Динас, шикарно выглядите, красиво, теперь мы тоже будем одевать длинные платья, присаживайся. 14 лет назад Дина Сахмадиева была также востребована? 14 лет назад меня вообще поразило интервью с ней, девочке был 21 год, я это очень хорошо запомнила. И я получила как журналист для себя очень интересного собеседника, очень зрелого собеседника. И знаешь, в чем фишка, да, того, что в 21 год Динас была очень взрослой? Я потом поняла, она артистка с самого-самого детства, с 5, с 4, с 6 лет. Маленькая девочка Дина Сахмадиева уже выходила на сцену и понимала, и несла на себе бремя ответственности, что она артистка, что ей нужно соответствовать этому высокому званию. Собственно, с тех пор ничего не поменялось, она была такой же мудрой, такой же зрелой, такой же умной. Поэтому, Динас, за все эти 14 лет я не сильно наблюдаю изменения в тебе, как в человеке, как в артисте. Ты очень стабильная. Вот мой первый вопрос такой. Ты получила вот этот кусок славы совсем в юном возрасте, и ты не заболела вот этой звездной болезнью, которая приходит ко всем без исключения. Да, без исключения. Ну, наверное, и у меня был такой период. Но эта звездная болезнь длилась, наверное, ровно 3 дня. Потому что, ну, мне кажется, вообще звездная болезнь присуща людям, которые не знают, что такое слава популярна с детства. И она падает очень резко, и на голову прям так громко и так прям неожиданно. И для этих людей, да, мир меняется в целом. И он переворачивается с ног на голову. И им кажется, что сейчас вот весь мир у их ног, и это будет так всегда. Ну, на самом деле, я была маленьким ребенком еще, когда выходила на сцену, и понимала, что такое аплодисменты, что такое какая-то там толика популярности. Мой папа был народным артистом, мама была телеведущей. Вся наша семья, она имела вот это вот как бы уже давным-давно. Ну, и мне казалось, что это нормально, жить в такой семье. И, наверное, в каждой семье так, как у нас. Но оказалось, нет. Но в тот день, когда я проснулась, скажем, более популярной, уже как единица, как личность... Ты сейчас говоришь о «Может когда-нибудь, может однажды». 2000-й год, это был октябрь месяц, как сейчас помню. Проснулась я 16 октября. И по всем каналам, не исключая ни один, ни новостной канал, никакой, тогда не было такого, музыкальный или не музыкальный. Между фильмами, между передачами везде крутились мои клипы. И мне показалось, что вот он момент. Вот, оказывается, как чувствует себя мой папа всю свою жизнь. А вот, оказывается, что такое быть звездой. Ровно три дня я ходила с гордо поднятой головой и говорила, «Мам, что-то голова болит. Налей, пожалуйста, чаю». После чего ко мне осторожненько подошел мой папа и сказал, «Мне надо поговорить с тобой, доча. Мне кажется, твое поведение немножко изменилось». И именно мой отец, тот человек, который объяснил мне, что такое звездная болезнь, почему ею нельзя. болеть, и что она вообще, в принципе, несет в себе, какие негативные последствия может привести за собой эта звездная болезнь. Но тем не менее, Димнас, многие журналисты считают тебя высокомерной. Мне бы хотелось знать, кто этот журналист, потому что, на мой взгляд, как раз таки все журналисты, с которыми я работала, Баян Максатовна не даст соврать. Мы уже знакомы много лет, и во мне звездной болезни не было никогда. Более того, я была даже какое-то время скромной. Одно дело, когда берет интервью Баян Максатовна, а другое дело, когда берет журналист, ну, скажем… А я не разделяю людей абсолютно никогда. Поэтому это вранье. Все твои подруги, близкие, являются по факту твоими конкурентками на сцене. Все они сольные певицы. Я сейчас говорю, Алидо, прекрасная, шикарная певица, Махпалы Сабековой, Нургуль. Я сейчас говорю о том, что я сама в шоу-бизнесе, я его знаю изнутри. И я понимаю, что вы в любом случае конкурентки. Ну, у меня, например, этот вопрос вообще никогда не возникал. Наверное, опять же, потому что первое, о чем я думаю, почему все-таки у нас такая банда, скажем так, такая компания, в которой в основном певицы. Вообще нас 10 человек, и только трое из них не певицы. Мне кажется, что каждый из нас достаточно самодостаточная личность. И уже нет моментов таких, где что-то поделить, где что-то разделить. Мы уже взрослые. Нам не 17 и даже не 20 лет, чтобы говорить о том, наступаем ли мы друг другу на пятки. Мы каждый знаем свое место, мне кажется. И не пытаемся лезть друг к другу в творческую жизнь. Хотя мы очень часто обсуждаем общие планы. Но ведь раньше вы жили без банды. Жила без банды. Вы же наблюдали, что вы жили, работали спокойно. И тогда, мне кажется, вы были более востребованы, более популярны. То есть время, когда Дельнас Ахмадиева гремела, это вот как раз, наверное, когда вы начали, когда ты начала работать, это вот нулевые. То есть это вот начиная с нулевых. Я помню, я училась в университете, и я помню первый клип, и я помню становление Дельнас, да, то есть такую эволюцию. Я помню, что одно время Дельнас была прям мега популярна. Ну, то есть это взаимовыгодная дружба. Потому что я сейчас, как ты говоришь, не мега популярна. Нет вины девочек, то есть нет вины нашей дружбы. Мне кажется, мы сочетаем все приятное с полезным. Главное гармония, мы все гармоничны. Сейчас мы говорим о известных подругах, да? А есть подруги, которые неизвестны, которые идут с тобой по жизни, там, начиная со школы, со студенческих времен. Со школы нет у меня подруг, которые идут со мной по жизни. К сожалению, я их всех растеряла. Они разъехались по другим городам. Живут кто-то в России, кто-то за границей. Что касается университета, то да, у меня есть две подруги, с которыми мы до сих пор общаемся. Буквально послезавтра у нас встреча. Одну зовут Алтын, другую зовут Ира. И мы до сих пор общаемся, хотя редко видимся из-за того, что я живу сейчас в Астане, а не в Алмате. Со мной по жизни идет моя подруга, моя сестра, моя опора, моя защита, моя совесть. Это мой директор, моя Гульмира. И до сегодняшнего дня твоей знаковой песней является «Золотой золотой», которую ты спела очень много лет назад, которая до сих пор является твоей визитной карточкой. И за эти прошедшие, ну скажем, там, 10 с хвостиком лет таких ярких песен больше не состоялось в твоей творческой карьере. Да, «Золотой» — это шлягер. «Золотой» — это шлягер. Его будут знать всегда, и прошло уже 13 лет, пройдет 20, пройдет 30 лет, и все равно все будут петь «Золотой» и будут помнить эту песню. Кто-то на ней рос, кто-то еще что-то. В общем, шлягер — это вещь редкая, мы это знаем, а хиты, они бывают год-два, наверное. Хиты у меня есть, которые просят у меня зрителей спеть на каких-то мероприятиях на определенных, или там заказчики какое-то мероприятие просят спеть, там, ту же Басанову, которую считают нехитовой, но почему-то ее часто просят спеть, думая обо мне, тот клип, который, то видео, которое я выпустила последним, танцевальные. То есть песни есть, песни хорошие, песни слушаемые, песни нравятся народу. Шлягеров нет — это другой вопрос. Но шлягеров, я думаю, вообще мало у кого есть шлягеров. У нас на казахстанской эстраде очень мало шлягеров. Вот за эти 10 лет, которые ты работаешь без продюсера, ты выпустила очень много видео, очень много песен. И складывалось такое впечатление, как будто ты вот бежишь за этим поездом. Ты выпускала два видео, три видео в год. Ты все время искала себя, ты искала песни, ты меняла стиль музыкальный. Да, мне нравится это. Вот зачем ты так гналась? И ты до сих пор, в общем-то, в этом состоянии. Такое впечатление, как будто ты не останавливаешься, твоя скорость не переключается ни с пятой, ни с четвертой. Она все время стабильна тройка, да? Понимаешь, стабильна третья скорость. Мне кажется, что вот эта стабильность говорит о том, что, во-первых, у меня нет такого творческого застоя, никогда у меня не было этих депрессий, когда тебя никто не хочет слушать, тебя не зовут на работу, ты сидишь месяцами без работы или еще что-то, кризисы там всякие всевозможные. Но как-то меня это не коснулось. Мне нравится, я не могу сидеть на месте. Это мой характер, такой темперамент у меня. Я люблю работать, я люблю пробовать разное, новое. То есть это не страх? Как вот Али нам сказал, что я всегда боюсь потерять волну. Ой, нет. Нет этого страха? Нет, этого страха нет. Потому что, если бы я... Мне кажется, что и бояться-то уже нечего, в общем-то. Я стабильна на протяжении 15 лет, и 10 из них я работаю сама. Мне кажется, мне нечего бояться. Я вполне уверена в своих силах, в своем творческом потенциале на будущее. У меня очень много идей, и я знаю, что всему есть свое время. И я работаю, стараюсь просто выдавать порционно. Я бы могла вообще в один год выпустить 12 клипов, если бы позволяли, скажем, финансы и вообще, в принципе, все остальное, здоровье, физика и химия, как говорится. Но бояться того, что я что-то упущу или кто-то залезет на мою ступень, нет. Потому что я всегда считаю, что как бы, как говорится, старикам почет, молодым дорогу старикам почет. Мне кажется, дивнас просто занимает какую-то свою нишу. Ну, я на ней никого не вижу, по крайней мере. Не знаю. То есть конкуренции нет, да? Нет, конкуренция... Что такое конкуренция? Молодежь – это всегда конкуренция. И ты с ними не дружишь, кстати? Так они сами со мной не дружат, в общем-то. Я же не могу бегать за ними и говорить «давай дружить». Ну, я считаю, что раз ты младше, наверное, тебе бы проще было подойти ко мне и сказать «Дельнас, вот я уважаю ваше творчество или мне нравятся ваши глаза, или как вы смотрите налево, или смотрите направо, а давайте дружить». Я никогда не откажусь от попытки, скажем так. Но пока таких попыток не было. От молодежи такой попытки не было. То есть, Дельнас, ты себя уже относишь к таким ветеранам, да? Не ветеранам, нет. Я такое среднее поколение. Среднее поколение, и ты считаешь, что молодежь должна все-таки к тебе на поклон? Нет, на поклон не нужно. Мы сейчас говорим о том, почему я с ними не дружу. На поклон не нужно ни в коем случае. Я очень уважаю молодых исполнителей, я всегда их поддерживаю. Я думаю, что они это знают, и, в принципе, они об этом сами мне говорят. А ученики есть? Ученики нет. Я пока не думаю, что я могу научить кого-то чему-то. Ну, не знаю. Я думаю, что если только маленьких детей, ну да. Ну, у тебя были попытки в продюсировании команды? Да, у меня была продюсерская такая деятельность небольшая. Это был некоммерческий проект. Он оказался провальным в плане коммерции, и я перестала работать над ним, потому что это просто забирало очень много денег. Но это была твоя ошибка? Нет, я считаю, что это была возможность. Ты говоришь, что я продюсировала некоммерческий проект. Ты изначально как продюсер? Изначально как продюсер я хотела попробовать себя в качестве продюсера, чтобы понять... Не коммерческого проекта. Да, чтобы понять... Я знала, что Казахстан не поймет ту музыку, которую мы с ребятами делали, потому что музыка была на английском языке. Вся, абсолютно. Поэтому было понятно, что ко мне даже подходили журналисты и говорили, а вы знаете, вышла группа французская, называется Самтуах. На самом деле группа называлась Самтоир. Мы выпустили два клипа, абсолютно шикарных, на мой взгляд. И я получила рецензии даже из-за границы, от своих друзей из Америки, и таких гениальных композиторов и клипмейкеров. Ну, я считаю, что я сделала все для того, чтобы понять, могу ли я вообще этим заниматься или нет. Это был мой такой пробный шаг. Не коммерческим проектом я могу заниматься, потому что я отдаюсь больше творчеству, чем, скажем, бизнесу. Поэтому я не деловая женщина. Ну вот, а твои попытки собрать геллсбенд? Геллсбенд я... Еще пока не закончились, мы собрали геллсбенд. Мы это кто? Мы, это я, Ирана Умарова. Мы с ней в сопродюсерстве работаем над этой группой. И сейчас, вот буквально сегодня, мы утвердили последний состав, который мы собирали 8 месяцев. Да, я все вот хотела спросить у тебя, откуда ты берешь поющих девочек? Я к тому, что я хотела собрать коллектив из девочек разных национальностей и обязательно поющих, ну, естественно, симпатичных. И обязательно поющих на казахском языке, да? Ну, конечно, они должны прежде всего петь на казахском, ну, и на других языках тоже. Нет, а почему вот сейчас для нас не кажется, что на рынке, вот именно попсовом, да, ну, на рынке шоу-бизнеса не осталось вообще практически, ну, то есть такой востребованности, да, как раньше, например. Раньше была группа 101 и пользовалась бешеной популярностью. А до этого была группа Яшлык, попрошу заметить. Да, до этого была группа Яшлык, группа 101, пели только на русском языке, и они пользовались огромной популярностью, и Эрик Тестимбеков был продюсер номер один в Казахстане. Да. Сейчас новая волна казахскоязычной аудитории требует казахских песен, казахских хитов. И сейчас стало модно петь на казахском. Не могу с тобой согласиться, потому что я пою на русском языке. На казахском языке я тоже пою, но реже, намного реже, чем на русском. Поэтому я все еще востребованная артистка, и у меня много гастролей, и даже интервью. Ну, то есть таких певиц стало, мне кажется, меньше. Вот помнишь, мы как-то записывали интервью два года назад, и мы говорили о том, что когда Дель нас начинала, на сцене было всего около 10 артистов, по-моему. Максимум. Максимум, да. Театура Назарова, Гуля Тулигенова, дуэт Эль и я. Да, Нурлан Абдулин, то есть пара Назарова. Ну, это уже мужчина, уже я девочка. Мы пришли к выводу, что из вот этих людей осталось только вот на волне успеха Нурлан Абдулин и Дельна Сахмадиева. Я не могу говорить за всех, я не могу выражать общественное мнение. Мое субъективное мнение, что петь все время на казахском и только благодаря этому быть популярным, не факт. Неправильно. Нет, не неправильно, а не факт. То есть факт остается фактом. Я пою на русском, я все еще популярна. Да, у меня есть казахские песни. Но есть и на казахском песни. Конечно. Я вот сейчас, я уже давно его готовлю, уже четвертый год, я готовлю казахскоязычный альбом. Вот, недавно мы записали последнюю, я надеюсь, песню, которую я ждала полтора года с Багом Максатовной. Вот, мы ее записали. То есть это будет полностью альбом на казахском? Полностью альбом на казахском языке. Альбом состоит из семи песен, дальше я буду записывать уйгурский альбом из семи песен и английский альбом из семи песен. Точнее, у меня все готово по чуть-чуть. И я его потихонечку дорабатываю. То есть это требование времени, да? Потому что я сейчас тоже учу казахский язык и понимаю, что если я сейчас его не выучу... Я хочу давать полноценное интервью на казахском языке. Вот я думаю, что секрет успеха именно Дельнаса Ахмадеевой в том, что Дельнас, она гибкая. Она чувствует требования времени, да? И подстраивается. Может быть. Я просто так не задумываюсь. Это происходит как-то интуитивно, скорее всего. Ну, анализируешь же. Сейчас, значит, происходит так. Значит, Кешью поют на казахском. Значит, срочно нужно петь только на казахском, потому что Кешью популярная группа. Нет, я так не думаю. Я просто рада, что есть группа Кешью, что у нас есть такие девочки, что у нас есть Жанар Дугалова, которая, я считаю, одна из самых лучших певиц сегодня. Поэтому, ну, есть молодежь Али Акапов, которого я обожаю. Считаю, что он очень талантливый, работоспособный мальчик. Ребята из группы Джигит, за которыми я следила, сидя в жюри «Фабрики звезд», я радуюсь. Я радуюсь тому, что у них происходит. Дельнас, а что ты можешь сказать молодым девушкам, амбициозным, да, которые хотят просто стать звездами, стать звездой? То есть, которые приходят наверняка к тебе на кастинги, да, к Баян. Ведь девушки молодые, свежие, симпатичные. Ну, нет никаких вокальных данных, но вот есть только амбиции, есть только желание. Я хочу стать звездой. Неважно, не примет меня Баян Максатовна, пойду к Дельнас, не примет меня к Дельнас, пойду. Да, таких много, наверное, да, которые от кастинга к кастингу ходили. Опять же, нужно делить людей в этом смысле. Если человек талантливый, то он обязательно пробьется. Поэтому говорить о тех, у кого есть амбиции, но нет таланта, что они его наработают, нет, такого никогда не случится, это невозможно. Научиться петь можно, если у тебя есть какие-то данные. Если каких-то данных нет, то тогда как бы можно лучше себя реализовать и не тратить свое время впустую. и не думать, что я хочу чем-то обидеть, или Баян Максатовна хочет кого-то обидеть. То есть это не в обиду, просто я считаю, что вот таким девочкам нужно прежде всего у родителей как-то спросить еще. Мам, как я, что я, да? Или мам, давай мы пойдем в музыкальную школу, которая в ближайшем районе или в нашем районе. Спросим у специалистов, прежде чем идти на кастинг, чтобы там, скажем, не получить психологическую травму. Вот я сидела в жюри «Х-фактора» просто, и мне все время писали… И была, кстати, очень строгая. Я строгая, да. И это не игра, это… Я понимаю, что это шоу, но я честно всех оценивала, за что, в общем-то, не всегда получала хорошие оценки зрителя. Но что я… Меня просто это раздражало, честное слово. Меня раздражает, когда ребенок, даже, не знаю, пусть ему 17-18 лет, человек, мальчик, девочка, ни мальчик, ни девочка, неважно, кто на сцене стоит, а их там разных много, выходит и поют с такой уверенностью абсолютно никак, никуда и ни в какую степь, после чего они говорят, а дайте мне возможность вторую спеть. То есть я должна потратить свое время, которое, кстати говоря, сейчас стоит денег, да, я могу за это время успеть сделать какие-то другие дела. Почему я должна сидеть, терпеть, собственно говоря, мои бедные уши должны терпеть, когда он выходит и вот… И еще мне он вот с таким вот видом, значит… Нет, ну вы мне не дали шанс. То есть то, что я слышала, я могу услышать, в принципе, мне четырех слов достаточно, иногда только одного, чтобы понять, что человек к музыке и творчеству не имеет никакого отношения. Почему я должна тратить на это время? И я не уставая говорила, родители, умоляю, прежде чем отправлять своих детей, чтобы потом не плакать, чтобы потом не говорить, что я такая стерва и попортила психику вашего ребенка, вы сначала, ну, может быть, поговорите с кем-нибудь. Я понимаю вашу слепую любовь к ребенку. Я говорю, кто сказал, что ты хорошо поешь? Мама, бабушка, брат, друзья. Так иди для них, пой. Зачем мои уши напрягать здесь? Мне непонятно, я считаю, что эта профессия, она очень сложная. И я считаю всех талантливых людей, певиц, певцов, актеров, то есть тех, кто по-настоящему талантлив, их поцеловал Всевышний в лоб. То есть это нельзя просто, ты вот сегодня проснулась в 28 лет и решила, блин, хочу я стать звездой, пойду-ка я спою что-нибудь. Почему бы нет? Ну поет же это или это, скажем. Они же не знают, почему это или это поет, благодаря каким своим качествам люди вышли на эстраду. Я очень жестко к таким вещам отношусь. И для меня это нормально. Я уважаю свою профессию и всех людей, которые в ней работают и трудятся. Но тем не менее в шоу-бизнесе в казахстанском есть же такие? Есть, но я же опять же говорю, случайные. Случайные. И наверняка ты встречаешься с этими людьми на одной сцене, поешь после или до, или после тебя. К сожалению, да. И после, и до иногда и на одной сцене пою. То есть как бы вообще... И даже с ними. В общей песне я пою с ними. То есть бывает... И чувствуешь себя как? Ну, я не имею права... Ну, если бы я могла, я бы что-то, наверное, изменила. К сожалению, я не могу этот фактор изменить. Я просто... Мне жаль, что так случилось. Ну, я не депрессую на этот счет, конечно. Но я рада, что помимо этих людей есть действительно талантовые люди, с которыми я выхожу на одну сцену. Девнас, как ты сама оцениваешь свое творчество? Чисто профессионально. В каком смысле? В профессиональном смысле. Как оценивать? Ну, допустим, возьмем 100%, вложим туда все. Песни, аранжировки, хитовость, востребованность и так далее. Скажу так, правду сказать правду. Правду сказать правду. Скажи, как ты оцениваешь свое собственное творчество? Я певица. Когда говорят, что певица и музыканты – это одно и то же, я говорю, что нет. Потому что музыкант – это музыкант. Певица – это певица. Я умею петь. Умею петь неплохо. Я бы сказала, даже очень неплохо. Но писать композиции я не умею. Я не композитор. И никогда не пытаюсь лезть туда, куда меня не звали, собственно. Я не режиссирую клипы. Я не режиссер. Я могу быть актрисой. Да, могу. Но я еще не доросла, видимо, внутренне до того момента, когда я смогу сказать, да, я хорошая актриса. Я считаю, что я могу что-то сыграть. Что-то я, наверное, не смогу сыграть. Мне нужно поучиться, наверное, именно в профессиональном. Ну, ответственность за все это и последняя точка восклицания – это за тобой. Это сделала ты. Ты работаешь без продюсера, без какого-то художественного руководителя. У меня есть музыкальный продюсер. Почему? Я не разбираюсь так хорошо, скажем. Вот Лидка, Лида, Лидо, она все свои аранжировки очень досконально проверяет, что и как, как звучит звук, оттуда, что. Я не понимаю, что это. Я правда не понимаю. Я этого никогда не скрывала ни от кого. Я только понимаю, как звучит мой голос. Я могу попросить звукорежиссера, допустим, как-то здесь вот сделать такое подход, здесь вытащить голос вперед, здесь назад, бэк, и все. Единственное, что я могу сказать – сидеть и делать вид, что я в этом что-то понимаю. Говорить, давай-ка я приду на сведение песни. Но это не про меня, потому что я в этом не соображаю. Поэтому я это доверяю профессионалу. Я работаю с теми, кому я доверяю. Чей продукт я слышу, и он мне нравится. Именно так я работаю. А спрашиваешь, с кого потом результат? С самой себя? Ну, естественно, самой себя спрашиваю результат. Я просто хочу понять психологию самостоятельного артиста. Чисто профессиональные вопросы задаю. На самом деле мне очень интересно, каково работать артиста, который несет ответственность сам за себя? Мне не всегда нравится все, что я получаю в результате. Не всегда. Но это ошибка, скажем так, не только моя. Там есть какие-то нюансы, которые просто ты… С течения обстоятельств, с течения времени. Чего-то мы там где-то не успели, чего-то там поторопились. Или что-то еще. Редко бывает, когда я полностью довольна работой. Полностью довольна. Но я не скажу, что я всегда недовольна своей работой. Ты в очень молодом возрасте отказалась от продюсера. Да. У тебя был печальный опыт, чисто в человеческом плане, но не в профессиональном, потому что у вас был блестящий тандем творческий, блестящий тандем. И абсолютно неудачный в человеческом плане. Но я не хочу лезть туда. Мы там уже побывали. И вот почему в таком молодом, незрелом возрасте для артиста ты сказала самой себе, что теперь я буду делать это одна? Сколько было тебе лет тогда? Мне было 25. Я решила делать это одна, потому что, наверное, я была настолько сильно разочарована в своем продюсере. И мне было неважно сейчас, будет по-человечески хорошо или не будет. Я поняла, что я просто тупо не понимаю, хорошо это или плохо. Как я и говорила, как мы с тобой уже и поняли, я доверяю людям. Я боялась опять попасть на такую вот, наступить на те же грабли. И я решила, что пусть будет плохо, пусть будет хорошо, пусть будет как бы там ни было, но это будет мое. Я буду знать, что я вот упала так, и в следующий раз я поступлю иначе. Поэтому именно я осталась. А возможно, что в этом тебя поддержал твой отец? Нет. Ну, в твоей такой творческой уверенности. Вот если бы не было, ну, он был врач, скажем так, твой папа, не творческий человек. Никакого отношения и никакой помощи к дочери? Нет. Папа всегда, с тех пор, как мне исполнилось, 18 лет, он всегда говорил, ты все будешь сама в жизни решать. Я вообще очень самостоятельный ребенок. Я в 4 года уже ходила по санаторию, скажем, мама спала, а я в трусиках синеньких, значит, с карточкой. В 4 года вставала в очередь. На ванночке. Принимала процедуры. Принимала. Я серьезно. Находила сама актерские там кружочки и уже играла снегурочку летом. То есть как бы... Родителям было, в общем, не до тебя. Родители мне позволяли. Они больше как-то вот занимались... Тогда было другое время, не было нянечек, не было там собственных машин, там, я не знаю. Было много работы, и мама, папа работали. И времени хватало только там приготовить, кушать, одеть там, обуть там, что-то такое, да. И на мои родительские собрания никто не ходил. Я вам больше скажу. Когда я училась в 7 классе, мой папа пришел и искал меня в 3. Музыкальную школу меня не отдал. И когда я уже говорю, пап, ну, он говорит, если ты захочешь петь, ты будешь петь, тебе не нужно идти куда-то и что-то делать. Я говорю, пап, мне не хватает образования. Он говорит, все хорошо. Иногда образование это лишнее. Хороший папа. Именно музыкальное образование. Он сказал, иди нормальную профессию займи. Я не знаю, как у тебя получится. Поэтому он мне сказал, пойдешь учиться в НИАС. Я пошла в НИАС. Дельнаса, мне вот интересно, ты профессиональная певица, да? Ну, я художественная самодетельная. Ну, тем не менее, ты профессиональная певица, у тебя роскошный голос. Спасибо. Ты им очень хорошо владеешь. Я люблю твои песни. И мне просто интересно, вот есть песни, то есть у каждого человека бывают ошибки профессиональные. Вот есть песни, за которые тебе стыдно, мне неудобно? Есть. Есть? Какие? Есть песня. Более того, есть клип на эту песню, за который мне не просто стыдно, а за который, ну, просто как-то хочется своего бывшего продюсера прям как-то вот... Не знаю, да что с ним сделать. Мы сняли эту песню и клип с ротации, потому что я плакала просто как белуга. А что это за песня? Эта песня на английском языке называлась она Lonely и снималась она на Мальдивах. Я была там в купальниках. Это было 55 килограммов моих почему-то в тот момент. Видимо, меня поздно предупреждали, что я поеду сниматься в купальнике. Он такой был достаточно смелый клип, кстати. Да это дело не в смелости. Это была просто тупость какая-то, честно сказать. Это такой нелепый шаг. И мой в том числе, не только моего продюсера. Ну, куда же я смотрела, собственно, когда это все происходило? Когда... Ты танцевала на яхте. ты поедешь без визажиста, ты будешь красить себе красные тени там сама или я не знаю, еще что-нибудь. Я не умела не красить себя ничего. И это все видно. Решили сэкономить, да, на визажисте? Но самое смешное, что в Ютьюбе больше всего просмотров нет. Это ужасное видео, ужасно страшное. То есть дело даже не в качестве, а в том, как я выгляжу, как это звучит. Отвратительно такое. Носовое пение абсолютно не английское. В общем, короче, даже говорить не хочется. Вот одна из своих последних работ, очень неоднозначная реакция, дуэт с Махпалой Сапековой. Я, кстати, была честно удивлена, когда где-то вычитала, что это перепевка. Да, это перепевка. То есть когда я послушала, да, какая интересная песня. Да, это была перепевка. И у меня вот вопрос такой профессиональный. Зачем делать перепевку? Нам понравился крык. Тратить на это деньги? Ну я, ну как так, тратить на это деньги? На самом деле и западные звезды, это же вполне нормальная вещь. Западные звезды, вот мы были сейчас на концерте, они все перепевают своих коллег. Нормальные явления. И даже есть кавер-версии, которые они снимают, и клипы, и видео-версии, какие-то концертные версии. В этом нет ничего плохого. Просто у нас привыкли говорить, мы делаем свое, и мы хотим, чтобы было вот свое. Ну да, у нас есть и свое, но почему бы не взять ту песню, которая нам была обеим по душе? Вы это сделали как коммерческий ход? Дуэт? Или просто по-подружески? Мы с ней давно говорили о дуэте. Я скажу так, когда мы даже с ней не дружили, ее продюсер Эрик Тастенбеков прямо очень часто меня спрашивал о дуэте с МакПал. Я не была готова к дуэту с МакПал на тот момент, я ее не знала, мне казалось, что она меня не любит. Да и я ее, в общем-то, особо не любила. Ну как-то так вот все было не по-настоящему. А когда мы с ней как-то получилось, мы полетели вместе в Юрмалову, после чего, кстати говоря, и стали мы дружить, мы проговорили с ней целую ночь, без остановки, и почувствовали, и поняли, что между нами было очень много людей, которым очень-очень сильно хотелось, чтобы мы не общались, которым очень хотелось, чтобы между нами была какая-то конкуренция, или там, я не знаю, что они хотели. Но мы поняли, что мы действительно родные души, мы можем друг другу, мы понимаем друг друга, мы болеем друг за другом, она мне как младшая сейчас, по истечению четырех лет уже. Четыре года мы близко дружим. И за это время я ни разу об этом не пожалела, и я надеюсь, что она тоже. Но дуэт почему-то случился тогда, когда и она ушла от своего продюсера. Ну как-то так вот и мы вдвоем решили. Но тем не менее, мне кажется, эта песня, она не стрельнула, как говорят у нас в шоу-бизнесе. Я бы так не сказала. Я очень много получаю рецензий на этот счет, и всем нравится эта песня. Но тем не менее, на больших площадках, вот я не вижу, Дельнас и Махпала Сабекова именно с этой песней. Проблема того, что мы с ней в разных местах находимся, и нас двоих соединить, в общем-то... Да нет, кому нужно, те соединять. Нет, ну нас приглашали на два форума, приглашали нас, именно закрывать программу, причем именно какие-то там иностранные дела, с иностранцами с участием. Просто получалось так, что она выступала в Кустанай, и я выступала в Астане. Но мы в этот день никак не могли там выступить. А какая сейчас загруженность у Дельнаса Ахмадеевой, вот скажем, вот сейчас, да, то есть на дворе март, то есть каждую неделю? Нет, январь, февраль у меня не было ни одного выступления. Точнее, я уезжала за границу два раза за эти два месяца, но именно выступления выпадали вот прям именно на те дни. Но если бы даже они были, это было бы всего четыре выступления за два месяца. А что такое? Я не знаю. Я думаю, что это касается сейчас практически всех артистов, ну за исключением, наверное, некоторых очень популярных, мега популярных, к которым я сейчас уже не отношусь. Сейчас вот после того, как мы сделали благотворительную акцию в поддержку Жанны Сатаровой, на меня обрушились просто какие-то шквал, просто негатива с такими, скажем, лозунгами, а чего вы не дадите денег, что у вас и в принципе у самой нет? Так вот, я закончила ремонт в новой квартире в Астане, которую мы приобрели для моей мамы, чтобы она переехала. Ну и все, и деньги кончились. Они все ушли на ремонт. Я помню сумму гонорару. гонорара. Ну, то есть это где-то около 25 тысяч долларов в месяц. Посчитала так быстренько. Мне нравится, где на русле спрашивают, а сколько стоит? Нет, ты не считай так, потому что она платит директору, она платит... Ну, 25 тысяч, еще кое-что платит. Минус 20 процентов, 20. Ну, хорошо, десятку, десятку зарабатывает. Ну, конечно. Ну, сейчас, для нас, благодаря Инстаграму, в принципе, можно вообще не тратить деньги на платья, на серьги. Все это могут дарить. Вот ты этими благами пользуешься? Да, конечно, пользуюсь. Пользуешься, да? с удовольствием, когда мне хотят что-то подарить. Если мне это нравится, то я, конечно, с удовольствием приму этот подарок. Нет никаких вопросов. А когда мне все время говорят, мы хотим подарить вам шампунь, и вот тот шампунь, которым мы вам хотим от него у вас будут лучше расстывался, нет. То есть, все зависит от подарка. Ну, конечно, это зависит от того, понравится мне или нет. Я же человек, я женщина, мне может понравиться ободок или сережки, или не может понравиться. Мне нравится это платье или не нравится это платье. А критика? Вот как критики? Потому что в Инстаграме это же... Я не люблю критику, это же понятно. Нормальный человек не любит критику. Я думаю, ни один нормальный, творческий, тем более, человек не будет любить критику. Но каждый по-разному относится. Конструктивную критику я восприму. Конструктивную. Опять же, что такое конструктивная критика? Вот если Баян мне скажет, ты как продюсер делаешь вот это неправильно, я буду 100% согласна. Но если Баян мне скажет, ты поешь вот здесь плохо, я скажу, вряд ли, ты знаешь лучше меня в этом. Вот в чем есть конструктивная критика и деструктивная. Я слушаю тех людей, которые в своем деле профессионалы. И они говорят свои какие-то моменты, которые они замечают, скажем, со своей колокольни. Я буду прислушаться к тем, потому что они знают это дело лучше, чем я. Динас, а кто у вас в семье доминирует? В какой семье? Только честно, в твоей семье. В моей семье? Да, ты вышла замуж уже сколько, года три назад? Да, четыре года. Уже четыре года назад. Мне, зная твой такой открытый, шебутной, громкий характер, мне трудно представить тебя тихой, ласковой. Ну ты зря, ты зря. Я говорю, я не видела. Варящий супчик для своего супруга, который откладывает все свои дела и говорит, нет, милая, я сегодня отменила выступление, потому что я хочу сделать тебе такой романтический, подарить тебе вечер. У нас сегодня два года или три года совместной жизни. Мне просто хочется представить тебя, какая ты дома. И мне всегда кажется, что ты все-таки доминанта в семейных отношениях. По жизни я лидер, конечно, это всегда было так, но здесь насла коса на камень, как говорится, потому что мой муж, но он бы и не был моим мужем просто, если бы он был другим. Попытки молодых людей получить меня в жены, скажем, до того, как появился мой супруг, были тщетны именно потому, что они понимали, что я доминирую, они понимали, что я их съедаю и что им со мной не справятся. А съедаешь как? Что значит съедаю? Ну, им так казалось, что я вот как-то все решаю сама. Наверное, от того, что характер у меня вот такой. Им казалось, что они не смогут стукнуть по столу. Ты не позволял? Ну, значит, они себя так поставили изначально. А тебе нравится, когда мужчина стучит по столу? Мне кажется, что он должен это делать уметь, по крайней мере, делать. Потому что если он даже не попытается, то тогда как ты поймешь, умеет он это делать или нет? Когда мы с моим супругом говорили о свадьбе, только начались эти разговоры, я бы не была уверена, что он дойдет до конца. Я правда, я и сейчас ему говорю, я тогда не была уверена. Я, в принципе, сказала, конечно, разговаривай с мамой, с родственниками, но я не советовала бы тебе это делать. Потому что будь я на месте твоей мамы, я бы сказала только через мой труд. И не потому, что я плохая, а потому что для единственного сына, который младше меня на 7 лет, ну, как бы хотелось бы маме, наверное, немножко другой вариант, нежели девушка, которая гастролирует, которая там всеобщая любимица, о которой говорят, что попало, правда это неправда, и проверить не проверишь просто. что мне казалось, что это, ну, как бы, такой вариант шатки абсолютно. На тот момент он меня удивил фразой, и сказал, а при чем тут как бы мама? Я, конечно, маму очень люблю и уважаю, и ее мнение для меня имеет большое значение. Ну, я тебя люблю, я хочу, чтобы ты была моей женой. Если мама любит меня, уважает мой выбор, она согласится со мной. Ну, это уже... Ну, это был кулак, согласись. Я сказала, ты безответственен. Он сказал, почему это? Я говорю, ну, просто брать меня в жены, это безответственно, понимаешь? Это безответственно просто. Ты не знаешь, как, какая жизнь тебя ждет. Это сейчас ты меня любишь, там, и что-то, а завтра я улечу на гастроли. Тебе там кто-нибудь чуть ляпнет, а добрых людей у нас много. Ты кому верить будешь? Мне, им, еще кому-то. Он сказал, мне хватает того, что есть у меня ты, и я верю тебе. И это меня очень сильно зацепило. Это, наверное, было такой основой, такой крепкой основой того, что я задумалась, думаю, действительно, а может, это и правда. А тот человек, которого я жду всю жизнь, который сможет сделать меня счастливым человеком, счастливой женщиной. Ну, прошло 4 года, это достаточно хороший такой срок для того, чтобы сделать какие-то выводы о молодой семье. Ну, когда мы только... Ну, вот когда мы говорили о свадьбе, я сказала, работа для меня всегда будет, да, таким важным аспектом. Понятно, что когда я рожу детей... Важным или... Не главным, а важным аспектом нашей жизни. Ну, то есть ты не готова же сказать, ну, я готова пожертвовать... Я готова пожертвовать... Профессии, ради любви. Скажем, каким-то временем определенным, там, год-полтора-два, когда я рожу ребенка, мне нужно будет сидеть с ним дома. Это единственное, что тебя остановит на 2 года. Да, это единственное, что меня остановит. То есть никакой мужчина тебя не убедит... Нет. ...сказать милой... И он это знает, нет. То есть вы это на берегу оговорили, да? На берегу оговорено, и он мне сказал, кто как бы я, чтобы говорить тебе, скажем... Вообще, девянастая одна из немногих певиц, которые до сих пор замужем. Всегда делается, знаешь, такой вот, ну, как бы, да, аукцион. Сколько? Да? Сколько? Год, два, три. Очень сложно быть супругой и певицей одновременно. Это... Как по себе уже, да? Это практически невозможно. Я не певица. Но все равно. Это практически невозможно совместить гастрольную деятельность, популярность, славу и быт. То есть певица выбирает что-то одно? Вообще, как бы, 9 из 10 разводятся. Ну, это факт. Возьми любую певицу казахстанской эстрады, и 9 из них либо не замужем, либо разведенные. Как тебе удается... Вот ты выкладываешь цветы, какие-то романтические моменты. Это очень тяжело. Я все время анализирую, да? Не все время, а когда вот нападает какое-то настроение, думаю, а как ей так удается? Сейчас есть возможность спросить. 4 года быть замужем, он до сих пор ждет тебя на улице в машине. Прошло уже 2... Ты пришла в полвосьмого, сейчас 11. Он ждет ее в машине 3 с половиной часа. Это же так редко, и это так классно, Дельнас. Это круто, это по-настоящему. И чья больше заслуга вот в таких отношениях? Больше твоя или больше все-таки его? Ну, здесь я не смогу судить. Мне кажется, он повзрослел. Поначалу у него были попытки каких-то, типа того, что ты скоро, ты домой вообще? Что такое? Ты где ходишь? Я хочу, чтобы ты мне приготовила ужин полноценный. Но я всегда старалась, когда я дома, я всегда стараюсь все делать для него. Поэтому и мне это не в напряг. Ну, сколько в тебе женщины дома? Мы очень часто с Динарой ведем разговоры. Сколько в нас женщин... Если в тебе совется. Если в тебе... Нет, ты говоришь, я... Рядом с моим мужем я маленькая девочка. Девочка, да. Я даже не женщина. Он называет меня моя маленькая. Мне кажется, Дельнас повезло. Я видела ее супруга несколько раз на мероприятиях, и я его вижу в городе, потому что живу в Астане. И однажды я видела его в ресторане, я обедала. Он приехал на велосипеде, пообедал со своей мамой, потом снова сел на велосипед и уехал. А себя пришлось поменять в браке? Конечно, конечно. Что пришлось выкинуть из себя? Вот какие-то качества? Спыльчивость, какую-то резкость. Нужно просто сменить. Нужно понимать, что ты разговариваешь с мужчиной прежде всего, со своим мужчиной, которого ты уважаешь, любишь, и не имеешь права заходить за какие-то грани. И самое главное, чему мы с ним научились, это уметь разговаривать. Динас, я задам себе самый глупый вопрос. Какие у тебя творческие планы? Я обожаю этот вопрос. Я всегда на нем очень улыбаюсь. Но ты забыла еще, с чего начиналась ваша карьера. В этом году я хочу все-таки дать сольный концерт, приуроченный к 15-летию моей творческой деятельности. Вот буквально вчера занималась выбором песен, что-то голова кругом. Все твои подруги будут там участвовать? А нет, это сольный концерт. Я всегда считала, что сольный концерт, он должен быть сольным. Максимум я могу спеть с кем-то дуэтом, и это прям вот максимум. Концерт будет в Астане, да? Концерт будет и в Алмате, и в Астане, и иншаллах мы, конечно, поедем по городам. Динас, спасибо большое. Мы ждем приглашения на сольный концерт. Обязательно. С удовольствием придем. Вы только придите, потому что с вашей занятостью, конечно... Нет, мы обязательно придем. Я зову уже, наверное, на четвертое мероприятие за год, и она ни на одно не приходит. Почему-то расписание не совпадает. Динас, давай договоримся, что на пятое я точно приду. Все, договорились. На пятое, но если в Алмате. Все, договорились. А я бы сказала, что Динас – это любимица. Ее все любят в шоу-бизнесе. Спасибо большое, Динас, за интересную беседу. У нас в гостях была замечательная девушка, красавица, заслуженный деятель Республики Казахстан, певица Динас Ахмадеева. И мы благодарим нашего официального партнера, салон мебели «Люсо». И увидимся с вами ровно через неделю. Всего доброго. Компания «Люсо» – это мебель и аксессуары от лучших итальянских производителей. «Сичи» с Капеллини Тосканова, сделанные вручную и по индивидуальному заказу. Мы представляем вам лучшие интерьерные решения и качества, гарантированные европейскими стандартами. «Люсо» – это роскошь, достойная вас.